МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот орган отвечает за очищение крови от токсинов, которые накапливаются в организме в результате обмена веществ. У них фильтруется около 2000 литров крови ежедневно. И любой сбой в работе может привести к неблагоприятным исходам, в том числе и летальному. Здравствуйте! Сегодня в программе «Тело человека» мы будем говорить о заболеваниях почек. Кому показан гемодиализ? Что делать, если отекают руки и ноги? Как правильно питаться при заболеваниях почек? Сегодня на эти и многие другие вопросы ответит эксперт программы «Тело человека». А пока небольшая анатомическая справка. Почки являются жизненно важным органом, который очищает кровь и поддерживает ее химический баланс. Здоровые почки очищают кровь путем удаления лишней воды и продуктов жизнедеятельности. Узнать, где находятся почки, несложно. Нужно поставить руки на пояс и отвести большие пальцы вверх. Почки располагаются на линии между кончиками пальцев. Вся жидкость крови за сутки успевает профильтроваться приблизительно 300 раз. Кровь поступает в почки через почечную артерию. Там она очищается от продуктов обмена веществ, которые впоследствии выводятся из организма через мочу. Кстати, общая длина капилляров в почке – 25 километров. А сейчас самое время представить гостей нашей сегодняшней программы. Итак, давайте знакомиться. Сегодня о заболеваниях почек мы будем говорить с врачом-нефрологом Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека Еленой Александровной Свистуновой. Здравствуйте, Елена Александровна. Здравствуйте. А помогать нам традиционно будут двое студентов Гомельского государственного медицинского университета. Это Кристина Колесникова и Артем Демченко. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Традиционно в начале программы мы для вас задаем вопрос. Он будет по теме заболевания почек. Внимание на экран. В древности считалось, что многие болезни происходят от загрязнения и смешения телесных жидкостей. И для их очищения применялись различные отвары и смеси растений и минералов, действия которых были малоэффективны и даже вредны для больного. На качественно новый уровень проблемы очищения крови вышла в начале 19 века, когда с развитием биохимии стали понятны многие процессы, протекающие в организме человека. А кто заложил физические основы гемодиализа и когда была впервые проведена такая операция? Это вопросы для вас. Ребят, для вас уже прозвучал первый вопрос. Вы пока можете покопаться в истории, найти на него ответ. А мы пока начнем наш разговор. Елена Александровна, заболевания почек вообще очень большая такая группа заболеваний. Тут и врожденные, и приобретенные заболевания. Хотелось бы сегодня поговорить именно о приобретенных заболеваниях почек. С чем чаще всего врачу-нефрологу приходится сталкиваться? Чаще всего, наверняка, это воспалительное заболевание почечной паренхимы, к которым относятся пиелонефриты, острые и хронические. С точки зрения нефрологии особый интерес предоставляет хронический пиелонефрит именно, так как он потенциально может приводить к развитию хронической почечной недостаточности. Хронический пиелонефрит характеризуется воспалением бактериальным почечного интерстиция. И далее при длительном течении заболевания, при частых обострениях, при отсутствии лечения антибактериальной терапии, неадекватной, вовлекаются структуры почечной лоханки, мочевыводящие пути. Ну и затем может наступать склероз почечной паренхимы, что может приводить к терминальной почечной недостаточности. Ну и если говорить еще о другой почечной патологии, что встречается? К сожалению, если роль первичных почечных заболеваний, таких как гломиролонефрит, который характеризуется тяжелым течением, дебютом в относительно молодом возрасте, в настоящее время очень значимую роль приобретают вторичные нефропатии. Это поражение почек, являющееся осложнением сахарного диабета, артериальной гипертензии. Эти болезни значимы в социальном аспекте, как сами по себе, то есть артериальная гипертензия и сахарный диабет, что приводит к инвалидизации, смертности пациентов, страдающих данной патологией. Ну и в контексте также поражения почек, когда возникает необходимость применения диализотерапии ввиду необратимого поражения почечных структур. Действительно, тема очень большая. Но вот давайте, если про пилонефрит чуть-чуть более подробно, какие все-таки факторы риска, предрасполагающие к развитию пилонефрита? В этиологии данного заболевания является бактериальное воспаление. Значит, предрасполагающими факторами является женский пол ввиду анатомических особенностей. Это наличие сопутствующих заболеваний. Это таких, как сахарный диабет, это системное заболевание. Вот. И также в определенной мере образ жизни, который связан с длительными частыми переохлаждениями. А вот эти микробы, которые вызывают пилонефрит, они чаще всего в организме или они попадают извне к человеку? То есть это патогенные микроорганизмы или не обязательно? Значит, микробы, спектр бактериальных агентов, которые способствуют развитию и хронизации пилонефрита, то есть перехода его в хроническую форму, достаточно широк и многообразен. В этиологии острого пилонефрита, конечно, главенствующую роль играют микробные агенты, поступающие извне. Это, как правило, грамм положительная флора, такие как стафилококс, стриптококс. Когда речь уже мы ведем о хроническом пилонефрите, как длительно текущем рецидивирующем процессе, то уже это грамм отрицательная флора, в первую очередь. Если в обычных условиях, как правило, это и шерихиоколина наиболее распространенный агент. Такое состояние, как беременность, какие-то заболевания почек, может ли это именно быть фактором риска? Есть ли какие-то заболевания, которые именно у беременных женщин чаще наблюдаются? Безусловно. В течение беременности, на любых сроках беременности, главенствующую роль среди заболеваний почек имеется в виду. Конечно же, имеются воспалительные повреждения. То есть это и развитие острого пилонефрита, и обострение хронических процессов. Одним из предрасполагающих факторов у женщин, опять же, является наличие сопутствующих заболеваний. То есть при сахарном диабете, конечно, инфекция возникает намного чаще, чем у женщин без данной патологии. Известна связь ангины и заболевания почек. Почему вот эти два заболевания как бы рассматривают иногда вот вместе? Здесь речь мы будем вести, конечно, о возникновении инфекционно-токсических, так называемых, нефропатий, что является острой и потенциально обратимой ситуацией, когда микробный агент воздействует, ну не только вызывает поражение верхних дыхательных путей, но и воздействует на почечную паренхиму. Но эта ситуация является потенциально обратимой. То есть при адекватном лечении инфекции верхних дыхательных путей, в том числе ангины, то нормализуется и работа почек, и их нормальная функция почек. Но иногда возникает ввиду каких-то определенных наследственной предрасположенности, какого-то воздействия, нарушения иммунных механизмов, то уже возникают, вовлекаются в патологический процесс иммунные механизмы. И что и проявлением чего является уже формирование так называемой болезни гламирола нефрита. Елена Александровна, еще хроническая почечная недостаточность, достаточно серьезное такое заболевание. Когда она развивается, что предрасполагает к этому? И, в общем-то, на что тут нужно обратить внимание, чтобы не довести до именно почечной недостаточности? Хроническая почечная недостаточность является исходом как у первичных, так и вторичных мифропатий, заболеваний почек. Четких механизмов достоверных, с какой скоростью будет прогрессировать заболевание почек, когда возникнет необратимое поражение уже почечных структур, действующих структур почек, это нефроны в виде фиброза и склероза, тут сказать достоверно невозможно. Ну а что вообще такое хроническая почечная недостаточность? Когда выставляется такой диагноз? Есть ли какие-то симптомы, определенные проявления? Ведь там же может быть какая-то, наверное, и латентная такая вот фаза. На что нужно обращать внимание? Данное патологическое состояние диагностируется с определенным интервалом. То есть это недостаточно однократного обнаружить. То есть белок в моче или какие-то повышения мочевины креатинина, то есть ухудшение скорости клубочковой фильтрации. Тут должен быть обязательно временной перемежуток. Условно он принят в течение трех месяцев. Данный временной перемежуток связан с тем, что в течение этого времени острые патологические ситуации уже купируются и нормализуется почечная функция, и нормализуются анализы мочи. А если уже развивается стойкое изменение, то они, как правило, остаются на одном уровне и даже прогрессируют в течение этого временного промежутка. Лабораторные данные являются достоверным критерием, которые позволят уже оценить наличие начинающихся стадий почечной недостаточности. Так как каких-то клинических проявлений в это время, как правило, не бывает. А когда человек уже все-таки заметит, что что-то не так, на что ему надо обратить внимание? Что первая вот такая симптоматика, что, в принципе, давайте скажем, что есть заболевание почек, да, и уже вторичное, когда есть уже недостаточность? К сожалению, болезни почек достаточно коварны в этом плане, потому что, как правило, клинические проявления возникают уже на далеко зашедших стадиях почечной недостаточности. При отсутствии таких фоновых заболеваний, таких как артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение, при которых любой пациент должен проходить диспансеризацию и контролировать показатели, в том числе и биохимические, и анализы мочи. В частности, универсальным маркером начальных проявлений по анализам мочи является микроальбуминурия. Что касается у пациентов без какой-то предсуществующей патологии, то, да, конечно, это тоже диспансерное наблюдение и имеет значимую роль. Просто обычный общеклинический анализ мочи, биохимическое исследование крови. По самочувствию человек, ну, возможно, и я так считаю, но не только я, что обязательно надо следить за своим артериальным давлением. То есть, если у человека возникает, у молодого, здорового, какое-то необъяснимое повышение артериального давления, в том и как систолического, так и диастолического, то это уже является поводом обратиться к терапевту и провести более углубленное обследование состояния здоровья, в том числе и почек. На далеко зашедших стадиях уже таких клинические проявления, значимые, которые нарушают жизнедеятельность человека, но они уже возникают ближе к терминальной стадии, когда уже, к сожалению, иногда бывает и поздно проводить какие-то консервативные мероприятия. Это может быть и одышка, и тошнота, и рвота. То же самое злокачественная артериальная гипертензия, которая очень плохо оккупируется обычным медикаментозным лечением. Елена Александровна, спасибо большое за ваш ответ. Я сейчас предлагаю выслушать ответ наших ребят на первый вопрос и напоминаю, что он был об истории гемодиализа. Кто сделал правый рыв в этом направлении? Хотелось бы отметить, прежде всего, что физические основы гемодиализа были заложены в 1854 году шотландским ученым Томасом Хэнксом. В своем труде он опубликовал статью, которая называлась «Остматическая сила». Там он изложил концепцию использования полупроницаемых мембран, которые были изготовлены из пергамента. Затем уже он дал определение к следующему понятию – это диализ непосредственно. 3 сентября 1945 года была проведена первая клинически значимая процедура гемодиализа на 67-летней пациентке, которая страдала уремической колмой, так как она была госпитализирована 3 сентября. А уже 11 сентября у данной пациентки наблюдалось улучшение клинико-лабораторных исследований. Что и доказало эффективность гемодиализа. А уже лечение хронической почечной недостаточности было изучено и представлено в 1960-х годах с помощью метода катетеризации. Если ранее он был малоизучен, то уже на данный момент предлагалось два способа введения тефлоновых катетеров – это в лучевую артерию и в подкожную вену. Кристина, спасибо большое за такой исторический экскурс. Елена Александровна, хочется услышать, как сегодня процедура гемодиализа. Действительно, вот эти катетеры, мембраны и так далее. Как сегодня гемодиализ проходит? В настоящее время аппараты искусственная почка, то есть аппараты для выполнения процедуры гемодиализа, конечно, представляют собой более компактные агрегаты, в отличие от исторических приборов, аналогов. Принцип действия – кровь проходит через данную мембрану и соприкасается через мембрану с специальным раствором диализирующей жидкости, и происходит из крови удаление азотистых шлаков и воды, избыточного количества жидкости из организма человека, что приводит к нормализации показателей и азотемии, и кислотно-щелочного состояния. Ну, естественно, один из основных задач гемодиализа – это нормализация водного баланса, то есть удаление избыточной гидротации из организма пациента-человека. Ну, а показанием для гемодиализа является… Показанием для гемодиализа является острая почечная недостаточность, естественно, она проводится в отделениях реанимации по специальным режимам до коррекции данного патологического состояния. В идеале это излечение пациента и восстановление полной почечных функций. Когда уже речь мы ведем о терминальной стадии хронической почечной недостаточности, тогда мы уже говорим о постоянной диализотерапии, то есть это проведение или гемодиализа, суть которого мы обсудили, или перитениального диализа. Третьим видом почечно-заместительной терапии, то есть это гемодиализ, перитениальный диализ, это является трансплантация почки. Ну что ж, мы очень подробно разобрали моменты гемодиализа, дошли до серьезнейшей процедуры пересадки почки операцией, но сейчас мне хочется обратить внимание ребят на второй вопрос. Он будет более простой, внимание на экран. При заболевании почек важное значение имеет питание. Для данной категории больных оно должно быть регулярным и достаточно калорийным. А какие продукты рекомендуют врачи для меню пациентов с почечными проблемами? Ребят, для вас прозвучал второй вопрос. Готовьте на него пока ответ, а мы продолжим наш разговор. Елена Александровна, еще очень важный симптом почечных заболеваний – это боль. Известно, что есть такая почечная колика. Что это такое и когда это чаще наблюдается? Болевой синдром не является самым характерным признаком какой-то наличия почечной патологии. То есть он даже скорее является исключением. Да, конечно, первопричиной болей, которые возникают при заболеваниях почек, это главенствующую роль принадлежит почечной колике. Это такой интенсивный болевой синдром. По старым учебникам возможно, что боль при почечной колике является самой интенсивной болью вообще, которая может возникнуть в человеческом организме, которая превозмогает даже болью стоматологическую, акушерскую, возможно. Конечно, понятие боли – это такое очень сложное и субъективное. Вообще почечная колика – это патологический синдром, который возникает вследствие нарушения уродинамики мочевыводящих путей. Возникает из-за нарушения уродинамики, возникает растяжение почечной капсулы, и что сопровождается довольно интенсивным болевым синдромом. Причиной данного патологического состояния – это, конечно, мочекаменная болезнь. То есть, когда камни начинают свое движение с почек по мочеточнику, то, конечно, в зависимости от размера камня, анатомического строения мочеточниковых размеров, то при движении камня по мочевыводящим пусям возникают, конечно же, болевые ощущения. В этой ситуации пациенты обращаются уже, наверное, не к нефрологу, а все-таки к специалистам-урологам, да? Так как данная патология является хирургической патологией. Безусловно, совершенно верно, что данная ситуация требует помощь врача-специалиста-уролога. От консервативного какого-то ведения пациентов, то есть это применение спазмолитиков, антибактериальных лекарственных средств, то и при некупирующейся почечной колике тогда уже требуется специальное оперативное вмешательство. Через несколько минут ребята расскажут нам о том, какое питание полезно пациентам с заболеваниями почек. А мне бы хотелось от вас услышать, какой питьевой режим, что нужно пить, в каком количестве для того, чтобы нормально функционировали почки. При нормально функционирующих почках, и чтобы они так и в дальнейшем продолжали функционировать. Особенно если мы берем вопросы даже в определенной профилактике мочекаменной болезни, то адекватный прием жидкости должен человекам составлять полтора-два литра в сутки жидкости. Должен быть равномерно распределен по времени желательно. То есть это не то, что человек утром выпил чашку кофе, потом вечером пришел и выпил два литра минералки. Опять же, прием жидкости, естественно, зависит от активности человека. То есть люди, работы которых сопровождаются тяжелыми физическими усилиями, это предполагает гораздо больше прием жидкости. Если мы уже ведем речь о почечной патологии, и тем более о почечной недостаточности, то водный баланс, тут такого нет унифицированного для каждого человека, сколько человек может выпивать и должен жидкости. То есть это зависит от наличия отеков, от диуреза, то есть от приема лекарственных препаратов. То эти вопросы, конечно, в каждом индивидуальном случае желательно решать с врачом. Ну и если говорить уже о таком важном симптоме, как отеки, да, конечно, причин тут может быть много, но вот такое наиболее часто распространенное мнение среди обывателей о том, что если отеки, значит проблемы с почками. Насколько это действительно отражение истины? Это очень распространенное мнение. Особенно наиболее характерно вопросы с отеками задают женщины ввиду просто обычных анатомических особенностей, строения кожи. То есть у женщины более тонкая кожа, более гидрофильная ткань, поэтому отечность под глазами, ну это проблема, с которой, к сожалению, сталкивается большое количество женщин. То есть клинически значимыми для нефрологии отеки, да, лицо, конечно, в первую очередь, начальные проблемы, те, которые могут насторожить наличие каких-то почечной патологий, это лицо ввиду того, что гидрофильность ткани на лице более высокая, ну и отеки нижних конечностей. Это если они постепенно нарастают, увеличиваются, и особенно это является признаком почечной патологии, когда оно начинает быть связано с количеством диуреза. То есть нарастают отеки, уменьшается количество мочи. То есть это, конечно, уже вызывает клинические симптомы у человека и является, конечно, необходимостью обращения к врачу. Но и здесь же опять продолжение этого вопроса. Многие борются с ними очень легко, мочегонными средствами. Насколько это может навредить почкам? Очень сильно может навредить почкам, потому что при бесконтрольном приеме особенно петлевых диуретиков, чем злоупотребляют, к сожалению, многие пациенты... Такие, как фуросемид, да? Такие, как фуросемид, да. С течением времени возникают необратимые изменения в почечной паренхимиду, и возникает так называемый интерсоциальный нефрит, когда уже, ну, в общем, грубо говоря, почка перестает уже реагировать на внешнее воздействие, и уже формируются даже склеротические изменения с течением времени. Поэтому прием петлевых диуретиков, в частности, фуросемида, это должен быть только по определенным клиническим показаниям и назначаться строго врачу. В данный момент они у нас выписываются по рецепту. Очень хорошо. Елена Александровна, ну, сейчас я предлагаю выслушать ответ наших ребят на второй вопрос. Напоминаю, что он был о том, какое питание полезно для наших почек. Артем? Пожалуйста. Ну, в общем, изначально хотелось бы сказать, что практически всем пациентам при заболевании почек назначается специализированная диета. Основной целью данной диеты является максимальное исчажение функции почек, уменьшение степени уэремии, если имеется гипертендивный синдром, также его устранение. Исходя из этого, основные показания для назначения данной диеты, то есть это любые заболевания почек, которые характеризуются нарушением азотовыделительной функции, накопление азотчатых шлаков, необходимо ограничить уровень белка. То есть белок потребляется до 40 грамм в сутки. Из них 25-30 грамм – это белок животного происхождения. Жиры 80-90 грамм, из них 60-65 грамм – это жиры животного происхождения. На углеводы приходится порядка 450 грамм. Общая калорийность пищи должна составлять примерно 2700-2800 килокалорий. И самым важным еще также является ограничение уровня именно поваренной соли, то есть до 2 грамм в сутки. И это именно в составе пищи. То есть пища вообще должна готовиться без соли, в отварном, паровом виде. Вторые блюда могут подаваться как цельными кусками, так и в рубленном виде. И кратность питания – это 5-6 раз в день. Спасибо большое, Артем. Я думаю, что достаточно полноценные рекомендации. Будем что-то добавлять еще и на самом деле. Если можно, так суммируя, спасибо, все по полочкам разложено, что диета немножко делится при болезнях почек, при наличии почечной недостаточности и при ее отсутствии. Когда у человека имеется просто почечное заболевание, то, конечно, самое актуальное, да, это, естественно, продукты с ограничением соли. Ну и самой соли, естественно, в чистом виде. То есть это наиболее актуально. Молочная диета не используется никогда при почечных заболеваниях. То есть потому ввиду повышенного содержания белка и нагрузки на почечные структуры. Вот это вот актуально, так скажем, для пациентов, у которых не нарушена функция почек. Как всегда, традиционно в конце хотелось бы несколько рекомендаций для наших телезрителей о том, как сохранить свои почки здоровыми. Елена Александровна, пожалуйста. Если бы было так все просто, то и не болел бы никто. Поэтому традиционные рекомендации, конечно, они касаются здоровья населения в целом. То есть это здоровый образ жизни, употребление жидкости, избегать переохлаждения, простудных заболеваний. Если возникают уже какие-то инфекционные процессы, хоть связанные хоть с почками, хоть с другими органами, конечно, они требуют своевременной адекватной коррекции, чтобы не возникало осложнений на почке. Ну, вот это, наверное, самое основное. Ну, и диспансеризация, то есть своевременная коррекция патологических состояний, которые могут привести к нарушению почечной функции. Это, ну, в настоящее время, это, естественно, болезненная цивилизация, так называемая артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение. Спасибо большое за нашу встречу. Я напоминаю о том, что сегодня о заболеваниях почек мы говорили с врачом-нефрологом Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека Еленой Александровной Свистуновой. А помогали нам двое студентов Гомельского медицинского университета. Это Кристина Колесникова и Артем Демченко. Спасибо и до новых встреч. Великий французский хирург, автор первой трансплантации почек во Франции Жаном Бурже говорил, полагать, что роль почки сводится только к выведению мочи, это то же самое, что упрощать работу сталелитейного завода до выделения шлаков. Действительно, от правильной работы почек зависит и качество нашей жизни, и ее продолжительность. Берегите себя, не болейте. И до новых встреч в программе «Тело человека».